Хотите, расскажу смешное? Хотим. Вы знаете, что я, конечно, человек не бедный, но это очень накладно. Банку краба собаки в день открывают. Ну, тут, понимаете, бактерии брожения. Их расцвет, просто рост вызывает капуста белкочанная, потому что она очень плохо и очень долго переваривается. Не рекомендуем. Не рекомендуем. Морковь обладает обволакивающим свойством, и вареная морковь – это средство первой помощи при всевозможных гастритах. Не уверена я сейчас в качестве спирулины той, которая продается. Ну, не тратьте вы эти деньги на эти лососевые масла. Не вижу смысла. Целебных свойств не соответствуют цене. Вот так скажу. Итак, кальмар – это то, что очень полезно собаке. То, что у собаки белок кальмара 100% имеет усвоение. Представляете? Так же, как у человека тоже. А его тоже можно варить? Кальмар приваренный, да. Приваренный. Да, приваренный. Не надо, ну, как и нормально, как и мы с вами варим кальмары 2-3 минуты, не больше. А там такая пластиночка тоже нужно убирать, да, собаке? Или не нужно там что-то в кальмаре есть какая-то? Ну, как бы, да палочку, конечно, нужно убирать, да. Ну, может, вы с крабами путаете, там пластиночки. А в кальмаре, в тушке кальмара, да, хорошо, когда человек путает кальмара с крабами. Это значит… Да, не все могут… Хотите, расскажу смешное? Хотим. Был у меня владелец, у меня были черные терьеры, который купил черного терьера. И уехал. А он жил в Черкассах. Это сейчас на Украине, как говорится. И он мне звонит и говорит, Марина Владиславовна, вы знаете что, вот мне тут посоветовали, что если каждый день открывать печень трески в банку и давать собаке жир и саму печень трески, там это очень полезно, там омега-3, омега-6. Я говорю, да, конечно, но, вы знаете, лучше краб. Вот, открывайте каждый день краба и давайте. Я-то пошутила, а он это принял за чистую монету, проходит где-то месяца три, мне звонит и говорит, вы знаете что, я, конечно, человек не бедный, но это очень накладно, банку краба в собаке в день открывать. Ну, тут понимаете. Вот, сейчас про омега-3, омега-6 поговорим. Да, поговорим. Составляющая 30% в среднем от 20 до 30, в зависимости от жизнедеятельности вашей собаки, в зависимости от того, беременная она, готовится к вязке, там, или она только что родила, тут свои особенности, очень важные, очень такие сложные. Дальше, значит, у нас идет дальше, где-то 30-40% у нас должно быть крупы, крупы, гречка, то, что собаке полезно, гречка, рис, перловая крупа берется как шерот, а что такое шерот, знаете, это выжимки. Вот, если вы представляете себе халву подсолнечную, вот это шерот, это выжимки, это вот то, что не переваривается, зачем собаке шерот. Вот, помните, я вам секретный ингредиент показывала. Да, и там кое-что, фекалии собачьи, такие, они вот имеют особенные вкрапления. Так вот, шерот, это неперевариваемые остатки пищи, которые вызывают усиление перистальтики. А что такое перистальтика? Это движение желудочно-кишечного тракта от ротовой полости до выхода непосредственно. И вот этот шерот, вот эти вот, перловка та же, плохо перевариваемая, она царапает и возбуждает желудочно-кишечный тракт продвигаться, и тем самым перистальтика усиливается. У собаки не будет запоров, ну так мягко говоря. Итак, перловая крупа может вызвать аллергию, имейте в виду. Гречка рис не вызывает. Вот хотите 100% попадание гречек с рисом? 30%. Что можно дальше? Овощи. Овощи какие? Капуста. Лучше брокколи, ребят, брокколи и цветная. Белокочанная капуста вызывает, она долго переваривается, но очень трудно у собаки переваривается. И возникают бактерии, брожения развиваются, это буль-буль-буль. На самом деле газообразование, как у человека, так и у собаки, создатель был один. И вообще все процессы у собаки и человека практически протекают одновременно. Почему ее иногда и лечат теми же препаратами? Да, однозначно, да. А еще там свинюшка есть, в общем, это особая статья. Итак, значит, смотрите, бактерии брожения, их расцвет, просто рост вызывает капуста белокочанная, потому что она очень плохо и очень долго переваривается. Не рекомендуют. Не рекомендуем. Теперь, брокколи очень хорошо, дальше цветная капуста очень хорошо, приваренная. Если хотите, то 3 минуты, если до такого нормального аль денте состояния, это 6 минут, да, с момента закипания, то здесь 3 минуты, то есть чтобы она была с сырцой, так скажем. Морковка. Морковка. Морковку 10-15 минут варить, да. Чтобы она, вот вы знаете, кстати, морковь обладает обволакивающим свойством, и вареная морковь – это средство первой помощи при всевозможных гастритах. Вареная морковь. У собаки? Да. Это как вы вот всю жизнь лечили всевозможные гастриты у собаки, вареная морковь. А им не нужно как человеку, раз у нас схожие, добавлять сливки? Ну, вы знаете как, это витамин А, он не распадается при варке. Если даете морковь, то, ребят, ну не вытащит там витамина из моркови собака. Его можно давать морковку, тертую на мелкой терке с жиром, ну как вот, как шрот, чтобы какашки были нормальные структуры, понимаете? Вот, ну, особенности пищеварения собаки – не вытягивает он из морковки провитамин А. А что он получает тогда из морковки? Вот это неперевариваемое вещество, которое выводит какашку наружу. А, все, я... Да, морковка, брокколи – полезно, авокадо – очень полезно, перец, еще раз повторю, оранжевого цвета, калия много, калия, оранжевого цвета, перец, петрушку только кипятком. Да, мы уже помним, да, в прошлом видео мы говорили, потому что там... Укроп – значит, очень полезно. В зелени магний, ребят, магний необходим для поддержания тонуса сосудов, для жизнедеятельности сосудов, для нервной системы собаки. Она в них тоже есть. У собаки бывает плохое настроение, собака бывает грустит, правда? То есть магний нужен-нужен. Марина, скажите, а я слышала, ну и сама применяю, что лук категорически нельзя собакам. Ой, вы знаете, что, если бы сейчас была возможность, я вам показала бы видео, как у меня белый лук ест... белый салатный лук летний ест собака... Нет, а про зеленый я имею в виду, мы же про зелень говорили. Вы знаете, что, белый лук можно давать, то есть собаке сладкие сорта лука, такие, как, допустим, ялтинский, да, плоский, ну это несколько дороговато получается, белый салатный, то есть салатные луки можно добавлять. Зеленый лук, ну если собака ест его, вот вы знаете, выпустите собаку на грядку, что она будет есть? Вот нужно ей такое, вот у меня есть, ну почему у меня кокер, этот не кокер, господи, кавалер Кинг Чарльз, то что у меня старыми еще, вот такая это Кинг Чарльз, лук ест белый, только, ну летом, зимой нет, там, видимо, консерванты добавляют, вот у нас с консервантами вкусовые сосочки не воспринимают. Белый лук, вы не представляете, как трескает. То есть мы, в принципе, мы рекомендуем лук, а мы его обвариваем или сырым даем? Сырым, можно его кипятком обдать, чтобы ушла горечь, да, небольшая, но в луке тоже. Чтобы они не плакали, когда ели. Да, 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 не плачут, нет, нет. Значит, дальше картофель. Всю жизнь в питомниках, в Красной Звезде, этот питомник служебного собаководства нашего, который после войны был организован, да, кормили собак вареной картошкой. Вот вареный картофель у собаки усваивается хорошо. Хорошо. Попробуйте при собаке чистить картошку. Я думаю, что многие наблюдали, как собаки за этот очисток упавший начинают между собой выяснять, к чей он. Да, вы знаете, что вот чистишь картошку, они все стоят и смотрят. Прям невозможно, ждут, когда эта картофель наупадет. Любят собаки сырой картофель. Крахмал, понимаете, крахмал. Сорта с высоким крахмалистым содержанием, который для варки, да, у нас есть картофель с низким содержанием крахмала, для жарки, который не синеет, да, вообще. А есть для варки, вот он синеет, вот этот вот картофель, пюре, ну, можно из, так скажем, массы овощей 30%, да, мы говорим, 30 мяса, 30 круп, 30 овощей, вот картофель может быть там 10%. Вы знаете, как у меня собаки любят вареный картофель с котлеткой? О! Ну, так я тоже люблю. Очередь. Очередь, да. Натуралочка, натуралочка, да. За сыном. Картофель вареный, пожалуйста, вот в эти 30% овощей у нас с вами входят всевозможные капусты, которые я назвала. Ну, там можно извращаться с авойской капустой, да, ну, это, так скажем, имеет плюсы свои, но не имеет, так сказать. Смотри, а что 10% у нас остается, это что? Жиры. Жиры. Подсолнечное лососевое масло. Ой, вы знаете, как мне смешно, это, так скажем, направление, реклама вот этого лососевого масла. Давайте мы договорим сначала, а потом мы поговорим отдельно про лососевое масло. Обязательно. Жиры. Значит, жиры, что может включить? Сливочное, подсолнечное масло, да? Сливочное масло, если это... Рафинированное, нерафинированное имеет значение? Имеет, сейчас расскажу. Значит, сливочное масло, это примерно где-то 10-15 грамм собаки должно быть в день. Подсолнечное масло считается 5 грамм на 10, 5 миллилитров на 10 килограмм. Подсолнечного масла. Подсолнечного, предупреждаю, не оливковое, потому что в подсолнечном содержится больше орхидоновой кислоты, которая растворяет у нас в организме бляшки склеротические, да, вследствие топления воска идет, да? Жиры. Значит, дальше, что сюда входит, вот в эти 10% еще? Вы сказали, рафинированное, нерафинированное масло. Да, вот, да, да. Значит, смотрите. Видите, оливковое масло нерафинированное очень полезно, да, собаке, для шерсти, для кожных покров. Группа B в ней полностью, а группа B это у нас шерсть и кожа. Так вот, смотрите. Значит, оливки, урожай оливок собирают где-то в сентябре месяце, да, в августе-сентябре. Вот этот вот, они созрели. Идет first virgin, давление масла. И вот масло, когда изготовлено от, допустим, августа до января месяца, это настоящий first virgin, и которое полгода имеет свои свойства. Полгода, потому что если туда, если оно хранится дольше, значит, туда добавлены консерванты. Мы говорим о целебных качествах, о антиоксидантах, да, вот, которые содержатся в нерафинированных маслах. Если мы говорим о профилактике онкозаболеваний у собак в первую очередь, потому что у собаки рак молочной железы, вы знаете, как очень часто бывает, чаще, чем у человека намного, на самом деле, уже у взрослых, стареющих собак. Значит, вот как профилактика онкозаболеваний, нерафинированное оливковое масло, хорошо. Но смотрите, когда было оно изготовлено. А подсолнечное масло? Подсолнечное масло. Есть там такая категория, вымороженные, обращайте внимание, написано вымороженные. Вот это технологии, которые нам дают массу положительных веществ, положительных, нужных для собаки в рационе. Дальше, смотрите, следующий момент. Существуют пищевые масла, да, горчичное масло. Пожалуйста. Существуют лечебные масла. Лечебные масла – это масло виноградной косточки, масло чайного дерева сшито, масло шиповника, масло облепихи. Ребята, вот эти масла, они являются лечебными. И вводить их в рацион питания просто как столовое масло нельзя. Понимаете? Да. То есть нужно прочесть показания, противопоказания. Советую в обязательном порядке. Вот у меня дочь зожник. Вы знаете, как она прежде чем что-то такое употребит, она читает все, что там есть, все составы, натуральность и так далее. Вот обязательно, если вам показано, ну, врач, ветеринар или там кто-то еще прописал какие-то масла, почитайте побочные явления, почитайте показания, при каких проблемах есть, при каких нельзя, по каких нужно давать. И только потом употребляйте эти масла. И учтите следующее, что масло виноградной косточки, лососевое масло, это имеет процент очень маленький, в основном подсолочное, рафинированное. А вот смотрите, сейчас правда на самом деле очень модно. И такая тенденция идет, что везде рекомендуют два продукта для человека и для собаки. Это спирулина, водоросль и лососевое масло. Значит, по поводу спирулины. Вы знаете, что в свое время спирулину у нас один институт выпускал, мы за ней гонялись, черные терьеры чернючие становились. То есть ее выращивали в аквариумах. Мы, значит, туда приходили, нам ее показывали, как снимают, как сушат. Вот эту спирулину мы покупали, как большой дефицит. Спирулина водоросль, да? Да. Плавающая на поверхности. Что там? Группа Б, там группа А. Ну, прям сказать, что спирулина это что? Это как селеном увлечение. Вот было увлечение селен для шерсти и кожи. Очень полезен. Не уверена я сейчас в качестве спирулины той, которая продается. Потому что если она сделана в Японии, made in Японии, покупайте. Она там растет, понимаете? Мы же ее взяли и тут культивируем в аквариумах. Если японская спирулина, вижу в ней смысл. А собаке это полезно будет? Полезно. 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 Микроэлементы витамины. А лососевое масло. Лососевое масло. Омега-3. Омега-3. Они пишут, что шерсть будет волшебной и все прям, не знаю. Если говорить о рыбе, о лососевых пород, то лосос самая... Жирная. Наоборот. 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 Семка там дальше идет и так далее. Лосось это самое диетическое мясо из лососевых пород. Но что такое масло? А если взять из трески, это масло, она жарнее? Вы думаете, как-то изменяется свойство масла? Нет. А из трески мы получаем масло, жир, трески. У нас всю жизнь назывался рыбьим жиром. Рыбьим жиром, да. Но вы знаете, сейчас же с рыбьим жиром поступает очень хорошо. Сейчас, если пьете молоко, считайте рыбий жир пьете. Если пьете молоко дешевое, там дешевле 80 рублей. Если особенно на нем написано цельная, жирность от 3 до 6 или 4 процентов. То, а мне кому уже прописано. Значит, послушайте, у меня в Питере институт научился водорастворимый жир получать из, послушайте, из чего? Из чешуи, рыбий кишок и рыбьих голов. Что полоискать? Они его умеют так делать, что оно растворяется в молоке. Молоко у нас снятое, там жир снят, понимаете, да, сливки. Значит, туда вот этот жир добавляют, он растворимый в воде. Пиццерцы молодцы, умные, придумали. Дальше жирность таким образом поднимается, а Роспотребнадзор не обнаруживает там никаких ненужных ингредиентов. Ну, жир рыбий, кишок, он же органического происхождения. Что плохого-то в этом? Понимаете? Я к чему? К тому, что, что возьмите, есть, допустим, масло, витамины, масло, это рыбий жир, есть со спирулиной, есть с мумиё рыбий жир в капсулах. Очень полезно. То есть, хотите дать, дайте в капсуле. Ну, не тратьте вы эти деньги на эти лососевые масла. Вот сейчас меня будут закидывать шапками, там скажут, а что она говорит. Ребят, вот как есть дженерики, есть лекарства, есть дженерики, да, то есть их, допустим, такой дратавирин препарат, он же НОЖПА. В составе НОЖПА основное действующее вещество дратавирин. НОЖПА стоит дорого, дратавирин 3 копейки. Действующее вещество одно и то же. Терафлю и парацетамол. Так, мы сейчас уйдем далеко. Нет, а мы про собаку тоже это говорим. Я просто объясняю, что есть то, что одинаковое подействует, но рыбий жир, еще раз говорю, в капсулах капсулированный. Почему так? Лучше сделать так, вот поверьте мне, капсулированный. То есть стоит давать собаке, да? Можно с цинком, можно с селеном. Да, это полезно, это полезно, но лососевое масло, не вижу смысла, целебных свойств не соответствует цене, вот так скажем. Хорошо, а в принципе масло мы рекомендуем оливковое. Оливковое, подсолнечное, допустим масло рапсовое, масло кукурузное, очень полезное, печень, печень это очень важный орган в процессе пищеварения собак, как и человек, собственно, одинаково все, одинаково создатель. Так вот, значит, очень полезно. Остальные, вот виноградное, масло шип, кунжутное, льняное масло, еще раз, осторожно, больше вреда при передозировке, больше вреда при неназначаемой, то есть непоказательной. Да, да, мы поняли. Понятно. Хорошо, мы тогда про натуральное поговорили, давайте теперь про сухое. Хорошо. 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 Хорошо.